МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прописаться и проголосовать. Казахстанцы в день выборов смогут получить прописку прямо на участке. В воскресенье к работе избиркома привлекут сотрудников ЦОНов. И челлендж дамбристов. Казахские Кьюи сыграли одновременно во всех казахстанских школах. Акцию приурочили к празднованию наурыза. Ну и теперь расскажем вам обо всем по порядку. Касамжумар Тукаев встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека. И приветствуя Фолькера Тюрка, глава государства рассказал о готовности нашей страны к установлению тесных контактов и обмену информацией по вопросам защиты прав человека. Как сказал президент Казахстан, ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН. На национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека. В свою очередь Фолькер Тюрк поблагодарил главу государства за теплый прием и положительно оценил сложившийся за эти годы уровень сотрудничества организации с властями Казахстана. Я напомню, верховный комиссар ООН по правам человека прибыл в нашу страну с рабочим визитом. В первой половине дня Фолькер Тюрк встретился со своим казахстанским коллегой Артуром Ластаевым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая укрепление прав человека, противодействие пыткам. Отдельное внимание уделили защите прав журналистов. Я напомню ранее, в Казахстане пресекли деятельность группы лиц, подозреваемые в организации нападений на представителей средств массовой информации. И, как отметил Артур Ластаев, правоохранительные органы показали свой профессионализм. Они нашли не только подозреваемых в совершении преступлений, но и организаторов. Я проинформировал Верховного комиссара о том, что в настоящее время идут уголовные расследования по некоторым уголовным делам, по которым были вопросы, связанные с необходимостью обеспечения защиты журналистов, блогеров и других лиц. Наш национальный центр по правам человека приветствует эти расследования. Мы надеемся, что лица, виновные в совершении уголовных правонарушений, понесут заслуженное наказание. И им будет обеспечен справедливый приговор. И по этому поводу мы также проинформировали Верховного комиссара. Теперь о другом расскажем. В 73 затопленных домах на западе республики полностью откачали воду. Смогли вернуться в свои жилища уже 275 ранее эвакуированных человек. По-прежнему сложная ситуация в Бурлинском, Косталовском, районе Байтерек и в Уральске. По данным ДЧС наблюдается небольшое повышение уровня реки Урал. Сейчас он составляет 435 сантиметров. Ну а в целом опасный для реки уровень, к сведению вашему, 850 сантиметров. Что касается рек Шаган, Деркул, то за последние сутки в них наблюдается снижение уровня воды. К счастью, на всех 11 участках выставлены мониторинговые посты. Круглосуточно дежурят спасатели. У нас получается подтопленными, как было уже зафиксировано, были это садовое товарищество «Ягодка» в городе Уральск. Там 20 дачных вымников было подтоплено. В остальных домах, которые были по районам подтоплены, в настоящий момент вода практически вся сошла. Люди возвращаются в дома. И на четырех участках автомобильных дорог пока переливы продолжаются. Высокий риск подтопления сохраняется в Казаукогинском районе, это в Атараусской области. В случае разлива рек под водой могут оказаться сразу же несколько населенных пунктов. И чтобы предотвратить потоп, спасатели укрепляют берега Реп. Рек возводят дамбы из мешков с песком и инертными материалами, чтобы держать ситуацию на контроле. Спасатели проводят аэровизуальное обследование и во время облета уже определяют наиболее опасные участки. Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ в составе 80 человек прибыла в Казахстан для наблюдения за предстоящими выборами. Госсоветник Ерлан Карин рассказал наблюдателям об изменениях в казахстанской избирательной системе и выборном процессе в рамках масштабных политических реформ президента Касамжомарта Токаева. Подчеркнуто было, что в нашей стране обеспечены все необходимые условия для полноценного наблюдения за ходом подготовки и проведения парламентских выборов. Участие международных наблюдателей ОБСЕ способствует открытости и прозрачности избирательного процесса. Соотечественники, не имеющие прописки по месту жительства, тоже смогут проголосовать на выборах 19 марта. В этот день их пропишут прямо на избирательном участке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства для граждан. Услугу будут уже оказывать сотрудники ЦОНа в 7 часов утра до 8 вечера. Прописка будет однодневной. 20 марта людей автоматически выпишут. Но уже независимо от результатов предстоящих выборов в Мажелисе-Маслихате, депутатский корпус страны существенно омолодится. Об этом сегодня в Центре избиркоме заявил глава комиссии Паш Атшоса. По словам Григория Лагвинова, средний возраст кандидатов в депутаты составляет менее 46 человек. Также глава комиссии отметил высокий уровень организации парламентских выборов в Казахстане и подчеркнул, что ШОС оценивает исключительно сам выборный процесс, а не законодательство страны пребывания. Всего в миссию наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества вошли 18 человек. Одним из преувольных камней философии этики Шанхайской организации сотрудничества является неразвижательство во внутренних делах и уважение суверентного права каждого народа на выбор той системы общественно-строительного строительства, которая в максимальной степени отвечает его культурной и в целом цивилизованной традицией. Так, это были слова Григория Логвинова. Идем дальше. Форум Халакпенбрге партии Аманат состоялся в столице. В нем приняли участие порядка трех тысяч человек. Это кандидаты в мажилисы маслехаты, активисты и сторонники партии, но также члены молодежного крыла Жаста Роха. Председатель политобъединения Ерлан Кушанов поблагодарил однопартийцев за упорный труд в агитпериод. За этот месяц члены республиканского и регионального предвыборных штабов провели 30 тысяч встреч, охватили более 4 миллионов потенциальных избирателей. Председатель партии также подчеркнул, что после выборов на смену агитационным плакатам должны уже прийти конкретные дела. Ровно год прошел с момента исторического послания президента народу Казахстана. Когда страна оказалась в трудной ситуации, глава государства принял важные решения. Референдум и президентские выборы, которые состоялись в прошлом году, можно сказать, изменили народ. Партия АОЛ провела предвыборную агитацию в Туркестанской области. Сегодня кандидаты в депутаты встретились с избирателями в историческом месте городище Мартубе. Это место по праву заслуживает статус родины казахского степного парламента. Партийцы побывали на месте, в котором, по словам историков, Тауке Хан когда-то поставил печать на первом записанном своде законов ЖТЖАРХА. В мероприятии участвовали фермеры, молодые люди и ветераны сельского хозяйства. Кандидаты также посетили и другие сакральные места региона. Я отмечу, за месяц партийцы объехали все регионы, побывали в самых отдаленных селах Казахстана, посетили производство, объекты АПК, встретились с предпринимателями, фермерами и представителями интеллигенции. Мы побывали во всех областях Казахстана, рассказали о важных направлениях предвыборной программы. Партийцы провели больше 5000 мероприятий. В них приняли участие почти 800 тысяч избирателей. У нас были точечные встречи с жителями для предметного обсуждения острых проблем. Партия «Республика» завершает агитационное турне в области Улытау. Кандидаты встретились с жителями региона и выслушали их предложения по улучшению качества жизни. Сегодня члены партии подвели итоги предвыборной работы, проанализировали, с какими проблемами к ним обращаются граждане. Чаще всего это были вопросы увеличения зарплат, улучшения социусловий, преобразования в сфере ЖКХ. Встречи проводились с трудовыми коллективами, профильными ассоциациями, спортсменами, научной общественностью, аксакалами, ну и молодежью. Республиканцы посетили все регионы, проехали почти 40 тысяч километров и провели свыше 60 тысяч встреч с избирателями. С коллективом Акмолинских электрических сетей уже встретилась агитационная группа Народной партии Казахстана. Компания обеспечивает работу единой электроэнергетической системы республики. Предприятие также занимается транспортировкой электричества в столице Акмолинской и Североказахстанской областях. А всего Народная партия провела почти 3,5 тысячи агитационных мероприятий. Члены предвыборного штаба побывали по всей стране. Вот помимо презентации населению, свои программы партийцы отвечали на вопросы и выслушивали пожелания соотечественников. За этот месяц проделали гигантскую работу, и я очень горжусь своим аппаратом, партийцами в регионах. Такая мощная парламентская избирательная кампания, никаких барьеров, преград, вмешательства исполнительной власти не было. И люди видят, что это и есть новый Казахстан. На представительной пресс-конференции партии «Байтак» подведены итоги работы в предвыборный период. Представители республиканского и нескольких региональных штабов отметили высокую активность общественных помощников, волонтеров. В выборах от партии участвуют два десятка кандидатов в Можилис и 156 в Маслехаты. Во время предвыборной агитационной работы партийцами проведено более 3,5 тысяч мероприятий, свыше 15 тысяч встреч с общим охватом 550 тысяч человек. Большинство полученных наказов и предложений уже обработаны, остальные еще планируется в дальнейшем изучить и включить уже в электоральную программу партии, а также в повестку дня очередных съездов. Во внимание взяты конструктивные предложения оппонентов, озвученных во время теледебатов. Сегодня мы подводим итоги предвыборной гонки, агитации. 3,5 тысяч мероприятия провели с народом по всему Казахстану. По социальному сетю мы охватили около 4,5 миллиона людей. Кандидаты в депутаты от партии Акжол провели завершающий день предвыборной кампании. В Туркестанской области Акжоловцы посетили главную святыню региона – мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи. Там совершили молитву и после представители республиканского штаба встретились с жителями и трудовыми коллективами нескольких крупных предприятий. Партийцы пообщались с людьми, рассказали о главных пунктах предвыборной программы и отвечали на вопросы. Агитационная работа Демпартии Акжола хватила все регионы, ну а сначала агитации проведено более 11 тысяч встреч. В первый день нашей предвыборной кампании республиканский штаб Акжол начал с отдания данью уважения предку казахского ханца Джошу Хану в Улутау. Думаю, что мы на хорошей волне, на высокой ноте эту кампанию сегодня фактически завершаем, ставим точку в святом месте. И тем более накануне Навроза, накануне Нового года. В Новый год пойдем с новыми силами, с новой энергией, чего я вам желаю. Ну а уже итоги предвыборного процесса подвели социал-демократы. Заседание прошло в офисе республиканского штаба. И вот по словам председателя партии Асхата Рахимжанова, агитационные мероприятия прошли во всех регионах. Кандидаты встречались с трудовыми коллективами, молодежью и представителями аграрной отрасли. В городах республиканского значения партийцы неоднократно организовывали санкционированные митинги. Велась агитация также в СМИ. Видеоролики транслировались на республиканских и региональных телеканалах. На популярных радиостанциях звучали аудиоролики. В работе использовались методы наглядной агитации. Это билборды, плакаты, листовки. Их распространяли более тысячи волонтеров и активистов. Помимо этого мы проводили, активно использовали возможности сети интернет, мы проводили онлайн-встречи. В ходе предвыборной кампании со стороны органов, территориальных, избирательных органов республики нам не поступали жалобы. Мы соблюдали действующее законодательство. Но вот в целом почти 10 тысяч агитационных материалов разместили СМИ в период предвыборной гонки. Более 5 тысяч на телевидении, порядка 2,5 тысяч в печатных изданиях и вот столько же на интернет-ресурсах. Все они касались работы политических партий и предвыборных штабов. Выявлено незначительное отклонение от равномерного освещения. Об этом сообщают в МИОР, но поясняют, оно в пределах допустимой погрешности. Мониторинг охватил 96% информационного поля, начиная с 18 февраля по сегодняшний день. Все политические партии и участники предвыборной гонки ввели агиткомпанию на равных условиях. Доля каждой из партий составляет 14,3%. Был соблюден базовый принцип равномерного освещения СМИ. Тем не менее, на телеканалах во время эфира равномерность распределена практически с минимальными отклонениями. В пользу той или иной партии от 0,3% до 1%. В целом, полагаю, что незначительные отклонения и колебания находятся в пределах допустимой статистической погрешности. Согласно традиции, наши съемочные группы опрашивают казахстанцев, что они думают о предстоящих выборах, готовы ли проголосовать. И сегодня нам расскажут об этом жители шахтерской столицы. Вот что говорят каргандинцы. Вот хотелось бы, чтобы дороги наши хорошо отремонтировали. Вечно каждый год ремонтируют, и каждый год это самое качественного изменения нет. Не прячь его пока, а зарплату, чтобы подняли людям. Производство запустить, чтобы у молодежи работа была. Проблемы с инвалидами, проблемы с сиротами, чтобы решили. Если мы выбираем депутатов, пусть они будут рассмотреть эти вопросы, чтобы они как-то вот действительно подумали о народе. Ведь народ это государство. О важности прийти на свои избирательные участки говорят также известные культурные деятели Казахстана. С призывом проголосовать обратился к гражданам казахстанский режиссер, актер и сценарист Талгат Тименов. Я жду от выборов новых людей, новых лиц, талантливых, креативных. Я буду голосовать за наш Казахстан, за новый Казахстан. Чтобы наш Казахстан просветал, я отдам свой голос за самых честных ребят. Картинка, поднимающая настроение. Это значит, что наурыз уже шагает по нашей стране. Казахстанцы встречают красивый праздник, обновление природы и начало новой жизни. Праздничные мероприятия уже проходят в самых разных регионах, в том числе и столице. Непривычно шумно и весело было сегодня в Национальной академической библиотеке. Празднование наурызны и рамы организовало Министерство культуры и спорта. Для гостей развернули выставку, узнакомивающую их с историей возникновения весеннего праздника. По традиции угощали национальными блюдами, главный среди которых, конечно же, наурыз кузжи. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт. Также в преддверии весеннего праздника были организованы поэтические чтения среди учащихся на тему «Пусть наурыз принесет добро». А в учебных заведениях страны к наурызу приурочили национальный челлендж по игре на дамбре. Школьники из разных областей в одно время исполнили известный казахский кюй. К патриотической акции присоединились и юные дарования из Петропавловска. Воспитанники школы-интерната имени Ермека Серкибаева выбрали знаменитое произведение «Еркесл кым», автор которого является автор Абдюмумен Жельдибаев. 40 дамбристов разных возрастов вышли на сцену и удивили зрителей своим выступлением. Поддержали этот челлендж в Кокшетау. Там одновременно на дамбре сыграли учащиеся школы города вместе с родителями и учителями, а также студенты и дети школьного, дошкольного также возраста. При двери наурыза в течение часа они исполняли музыкальные композиции известных казахских кюй-ши и продемонстрировали свою виртуозную игру на дамбре. Новый Алматы взял старт первой Куба Казахстана по теннису на колясках. В состязании свои силы померят более 40 спортсменов в разных возрастных категориях из шести регионов республики. Правила игры на колясках те же, что и в большом теннисе. Отличие заключается лишь в том, что спортсменам разрешается передвигаться на колясках, а удар по мячу можно наносить не только после первого, но и после второго отскока мяча. Этот вид спорта в Казахстане появился в прошлом году. За это время в стране провели пять турниров, а сейчас этим видом спорта в Казахстане занимаются 60 человек. Теннис на колясках, ходят в паралимпийские игры. И у наших атлетов есть все шансы заявить о себе. И вот я с удовольствием передаю сейчас слово своему коллеге, ведущему ток-шоу «Итоги» Сергею Гергелю.